Приморские производители разработали уникальный бронежилет «Сигар». За год уже более двух тысяч изделий передано в зону СВО. Экипировка уже заменила и превзошла импортные аналоги. Сделан из уникальных образцов ткани, ткань с инфракрасной ремиссией, вся российская. Значит, он испытан, причем испытан уже даже не на полигоне, а в боях. А с этого года мы получили доступ к бронеплите производства Российской Федерации. Вот она, можете посмотреть, БР-5 плита и данный жилет теперь у нас полностью импортозамещенный. Добровольческий отряд «Сигар», в честь которого и была названа экипировка, создал конструкцию и размерный ряд, исходя из личного опыта. Основной упор сделали на эргономику и максимальную защиту при минимальном весе изделия. Бронежилет получился очень эргономичным, анатомичным, я бы так сказал. Значит, у него определенные точки подгонки, такие, которых нету на бронежилетах, скажем так, штатных и даже на некоторых импортных. Если говорить о его стоимости, это фактически легко проверить. Стоимость нашего бронежилета «Тигр» в три раза меньше, чем аналогичные по классу защиты импортные и почти в два раза меньше тех образцов, которые имелись на российском рынке, наших российских, до последнего времени. Что касается его веса, вес его 10 килограмм для штурмового бронежилета, это оптимальный, я бы даже сказал, очень небольшой вес. Бронежилет имеет надежную систему «Молли», которая позволяет крепить различные элементы оборудования. В изделии используется противооскулочная баллистическая защита по всему периметру в соответствии с ГОСТом, бронежилетой и бронеодежда. Производством экипировки занимается приморский производитель. То предприятие, которое взялось за этот сложнейший заказ и выполнило его с честью и достоинством, это образец для любого предпринимателя и для любого представителя бизнес-сообщества. С этим предприятием мы стабильно работали и в ковидные годы, и по мероприятиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, они представляли свою продукцию. Данное предприятие у нас является уже достаточно крупным производством в сфере пошива. Я надеюсь, что оно и разовьется дальше и станет, как говорится, в строй градообразующих предприятий Приморского края. Все баллистические, инфракрасные и ремиссионные характеристики жилета прошли проверки и получили положительную оценку Министерства обороны Российской Федерации. Сейчас сертифицированную защиту, помимо добровольческих батальонов, получает морская пехота Тихоокеанского флота ВМФ России. Диана Иванова, Новости на Восьмом.